20 января в период с 9.00 до 17.00 в Каспийске планируется временное прекращение подачи электроэнергии. Такое решение было принято в связи с заявкой ПУ центральных электрических сетей о проведении неотложных работ на воздушных линиях 110 тысяч вольт. Стоит подчеркнуть, что проводится отключение в рамках программы модернизации системы города во избежание дальнейших отключений и улучшения качества работы. Созвонился с главным инженером центральных электрических сетей, уточнить все-таки объемы работ, бригады рабочие, может им помощь нужна, чтобы оказаться в действии помощи с нашей стороны тоже, для того, чтобы ускорить этот период проведения ремонтных работ. На что он ответил, что они постараются в первую очередь сделать необходимые ремонтные работы с целью в течение трех часов завершить одну часть работы, чтобы в одну линию можно было включить. Электроэнергия будет отсутствовать по следующим адресам район Каменного карьера, район Школу номер 9, школу номер 4, район Южного поста ГИБДД, улица Южная, проспект Шамиляр, район улицы Школьная, улица Приморская, Кирова, Вселиния, Думанапова, Батырая, Маячная, а также садоводческие некоммерческие товарищества, зверхозяйства, урожая, восход, заря, авангард, весна, РЛС, рыбхоз, гор и войсковые части. Кроме того, из-за проведения данных отключения электроэнергии свою работу также временно приостановят филиал Каспийский горводоканал. Филиал Каспийский горводоканал временно ограничит подачу воды на территории Каспийска. Работы по ремонту электрических сетей будут начаты с 20 января 2024 года. После возобновления работ системы водоснабжения для его полного заполнения потребуется некоторое время. Рекомендуем вам произвести запасы воды на период ограничения водоснабжения. В период проведения плановых работ и отключения от водоснабжения и водоотведения филиалом Каспийского горводоканала в некоторые районы муниципалитета будет осуществляться подвоз чистой воды. Водовозы будут стоять на площади со стороны улицы Ленина, Каменный карьер, на повороте к поселку Кирпичный возле мечети. А также все автоматы для воды, которые расположены на территории города на период отключения, будут абсолютно бесплатны. Убедительная просьба к населению не употреблять в питьевых целях воду в течение первых нескольких часов после запуска системы водоснабжения, во избежание причинения вреда вашему здоровью. Отметим, что в случае каких-либо вопросов по электроснабжению и водоснабжению следует обращаться по номерам, указанным на экране.